Столько военной техники сразу, можно увидеть разве что на военном параде. Так Поклонная гора приняла старт третьего ежегодного бронепробега «Дорога мужества». В этом году военная техника поехала по новому маршруту. Из Москвы в Санкт-Петербург, через Голицыно, Тверь, Торжок, Валдай и Великий Новгород. Во всех этих городах состоятся памятные мероприятия. Мы занимаемся поисковой работой, местах боевой славы наших дедов. А эта акция, она патриотического характера. И мы, естественно, принимаем участие в этой акции, потому что помним и чтим память наших дедов. На площадке перед музеем была развернута целая экспозиция техники. БТР-40, БТР-152, БРДМ-1, БРДМ-2, Катюша БМ-13 и Козлик ГАЗ-69. Каково ехать в дальний маршрут на такой машине? Хотим снять стекло, потому что машина военная. Здесь не просто так она снимается, что рычажок нажал и она опустилась. Здесь везде фиксаторы, поэтому тем более новая машина. Нужно здесь немножко усилить. Любопытно, что немалая часть этой техники была найдена чуть ли не на свалках и реставрирована умелыми руками нынешних владельцев. Это БТР-152, 1955 года, найден на базе металлолома полностью. Ну, только металл был. В малых городах участников бронепробега встречают с удивлением, но всегда рады диковинной технике. У них такое редко бывает, им нравится, много приходит народу на встречи. Маршрут бронепробега совпадает с местами обороны советских войск в 1941 году. В общей сложности участники преодолеют более полутора тысяч километров пути. В Санкт-Петербург колонна должна прибыть в ночь с 21 на 22 июня, аккурат к годовщине начала войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова